Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да, и два входа в них. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Всем еще раз доброго дня. Начинается программа Добро пожаловаться. И с нами на прямой связи председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Добрый день. Доброе утро. И надеемся, что к нам присоединится, я пока не вижу, есть или нет, Айвар Гонтарев, эксперт с опытом организации, руководство частных и муниципальных домов управлений, в том числе РНП. Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 и номер Ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Пишите. Вот нам уже просто написали, я, может быть, сейчас быстренько пробегусь по тем темам, которые были до этого. Ну вот, во-первых, пишут, благодарим за передачу, кладезь информации, необходима какая-то газета или издание, чтобы публиковать всю информацию, которая дается в вашей передаче. Назовите газету «Добро пожаловаться». Вот такое прямо предложение. Очень приятно. И пишут еще, продолжайте вот тему реновации. И самое простое, почему государство не может дать кредит? Например, мы хотим сделать ремонт крыши, необходимо 20 тысяч евро. Почему бы не дать дому на год сумму по 2% и тогда вопросы решались бы быстрее? Пойди, попробуй собери деньги вперед, если они обесцениваются при нынешней инфляции буквально моментально. Пока, дескать, собираем вот эту нужную сумму, уже она вырастает и никак за ней не поспеваем. Я отвечу сразу, что последние два года «Алтон» предоставлял кредиты на отдельные работы по улучшению здания и его технического состояния. Там процентная ставка, не знаю, она была достаточно низкая. Главное, там была гарантия того, что она не будет стремительно меняться и под ограниченный банковский интерес выдавались эти кредиты. И, может быть, еще выдаются. Поэтому, в первую очередь, я рекомендую вам поинтересоваться на домашней страничке «Алтон» и действовать для этой программы. Она специально нацелена на то, чтобы вот такие ремонтные работы производить. И там деньги даются не в виде гранта, а даются деньги в виде кредита. Но с определенными улучшенными, кредит с улучшенными условиями, это там государственные условия. Так что не надо думать, что ничего не дается. Еще, я не знаю, в этом году действует или нет, в предыдущие годы Реческая дума также участвовала в выделении помощи при ремонтных работах. Там тоже можно было претендовать и делать вот такую программу. Потому что в другом сообщении нам пишут, что органы социообеспечения не финансируют ремонты. Молодые могут уехать на заработки в Европу, а люди предпенсионного возраста не могут физически выжить. Какие еще кредиты на ремонт, спрашивает? Вот слушатель, пусть государство занимается ремонтами домов и само контролирует состояние домов. Ну, во-первых, это неправильное утверждение, что органы социообеспечения что-то не финансируют. Они вообще ничего не финансируют. Они оказывают помощь, выделяя и в пределах правил установленных государств, выделяют пособия на жилье. Правила я не буду сейчас перечислять, да я их до конца не знаю, но знаю другое и вижу на своей практике, что в тех домах, где проводятся ремонтные работы, люди, которые получают социальное пособие, получают социальное пособие, исходя из общей суммы счета, куда включены в том числе и деньги на погашение кредита в виде инновационных выплат, и деньги на ремонт, и вся эта общая сумма со всей коммуналкой и обслуживанием, она попадает под компенсацию. Какого размера компенсация, это уже другой вопрос. Но в принципе, если вы проходите по программе социальной службы и должны получать социальное пособие на жилье, то вам компенсируют абсолютно все расходы, которые туда включаются. Так что это неверное утверждение. Относительно того, что государство должно заботиться, не хочется даже комментировать. Потому что в государстве есть разные виды собственности, разные собственники. То есть о многоквартирных домах государство должно заботиться, а о многоквартирных частных домах, которые принадлежат одному лицу, не должно заботиться. Ну и так далее. Там вопросов очень много. Это надежды, которые уже невозможны. Надо менять тогда все государство, чтобы к этому подойти. Тут еще один вопрос пришел. Ну, точнее, не вопрос, а реплика. В программах, я понимаю, что это про Алтум пишут нам, много ограничений, причем необоснованных. Так ли это? Я бы сказал так. Ограничения всегда есть. И многим они всегда без любого ограничения кем-то будет восприниматься неоднозначно. Поэтому я отвечаю здесь так. Если вы хотите получить деньги, есть правила и условия, которые утверждены. Ну, смиритесь. Если деньги хотите получить, подстраивайтесь и выполняйте эти условия. Больше там другого варианта нет. В любом случае, всегда отдающий деньги, он будет требовать от тебя определенных либо ограничений, либо выполнения определенных требований. Да, ну, тут пишут органы социообеспечения не помогают компенсировать расходы, идущие на ремонт дома. Ну, кто это сказал? Вот интересно, вот пишут, пишут. Ну, а где факты? Какого? Частного дома? Одноквартирного? Я еще раз повторяю. У меня в 27 домах люди получают социальную помощь. Достаточно много людей. Нет одного, я не слышал, чтобы, допустим, строчку устрашена или ремонтные работы выкидывали из объема соцпомощи. Не слышал я такого, и более того, такого просто нет. Так, тут еще было много вопросов. Значит, пишут следующее. В нашем доме температура горячей воды 48 градусов. Мы сами замерзаем в квартире. Что значит данная температура в нынешней ситуации для труб? Это коррозия труб? У легионала тоже не погибает. Объясните, как профессионалы, этот вопрос. Я не знаю, почему коррозия. Коррозия от воды, а не от температуры. Если у вас пластмассовые трубы в доме, то для них это лучше, потому что чем ниже температура труб, тем дольше срок их службы. С точки зрения легионалы, да, не убивают. Но здесь вопрос, а где меряете? Вы у себя в квартире меряете? Тогда нужно учитывать, что у вас не должна быть сразу, моментально при открытии крана, температура горячей воды 55 или 60 градусов. Согласно нормативу, должно пройти определенное время, которое зависит от того, насколько длинный ваш участок ответвления от стояка. Это первое. Второе. Насколько далеко находится ваш кран от точки раздачи, то есть от теплообменников, теплоузлы и так далее. Там, может, вода поднимает, может быть, надо, чтобы выяснить, какая температура воды может поступить в вашу квартиру, подождать 2-3 минуты, спустить воду. И после этого может пойти вода до совершенно, пойдет вода до совершенно другой температуры. С точки зрения легионалы, да, она не убивает. Почему-то считается, что нужно 55 градусов держать, и тогда ее убивает. Тяжело с легионелой. С легионелой нужно быть в первую очередь, я бы сказал так. Надо соблюдать элементарные гигиенические требования, особенно людям со слабленным здоровьем. Это все-таки не допускать того, чтобы вы могли бы дышать парами воды из-под крана. Это первое. Второе. Перед тем, как пользоваться особенно душем, сливайте, пожалуйста, какое-то количество воды, несколько десяток литров, в сливное отверстие вашей душевой кабины или ванной. То есть слейте, пожалуйста, причем сразу и горячий, и холодный. Тогда у вас резко, независимо от того, что делается в доме, резко сопротивится вероятность того, что вы можете заболеть легионелой. Хотя заболевает. У нас есть звонок, между тем, 6-7-212-93-9. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, людям не угодить. Вот сейчас комментировали человека, которому 50 градусов мало. Сейчас действительно люди просят, чтобы им снизили температуру батарей. А я, например, живу в новостройке и вообще отключаю батареи днем. Хожу в куртке, чтобы экономить. Только ночью чуть-чуть батареи. Так что вот как-то так надо делать. Спасибо. Да, тут уже об экономии мы говорили, что там распространяются и способы варить макароны. Просто вот в кивиток их кинуть, выключить газовую плиту или электроплиту, чтобы они дальше уже доходили просто в горячую воду. Ну, в общем, люди по-всякому придумывают способы экономии. А между тем, я просто хотел поговорить вот еще об одной проблеме. Мы как-то упустили. Две недели назад в Риге произошло ЧП 29 ноября. Вот частичное обрушение кровли пятиэтажного дома на Страуманю-3. Это литовский проект 464-й серии. И, ну вот как обнаружили, причина, там есть уязвимое место, что плита, она буквально на нескольких сантиметрах держится вот на стене дома. И в результате вот уже была похожая авария несколько лет назад, когда забился водосток. Дождевая вода увеличила нагрузку на железобетонные перекрытия. И плита сдвинулась немножко, вышла из паза. И из-за этого возникла угроза обрушения. Вот насколько, я понимаю, что это в обслуживании РНП находится здание, но говорят, что таких вот серий около 500 домов, ну 400 точно, больше 400. И, ну вот, волнуются люди, спрашивают, насколько эта ситуация может ли повториться, насколько делаются ли из этого какие-то выводы. Ну, тут вот, в принципе, я нашел информацию о том, что сейчас начались обследования этих домов, но вот можно ли прокомментировать? Ну, во-первых, надо говорить о том, что это не характеристика, характерна не только для этой серии, такая конструкция крыши, а для всех так называемых сухих бетонных крыш, которые сделаны из, по конструкции, состоят из панели железобетонных. Это и 62-я серия, и 46-я, в общем, там много, достаточно много серий, там, где сухая бетонная кровля, а не плоская крыша, там везде подобный конструктив используется. Основная особенность этих крыш в том, что панели, которые образуют, при помощи которой образуется кровля, они не закреплены. Они свободно лежат на деталях крепления и, в общем-то, гуляют. Они гуляют не только от того, что там нагрузка повышается, они гуляют от проходящего мимо транспорта, потому что вибрации, которые, допустим, у нас по улице Дзелзова, тяжелый транспорт идет, прямо можно видеть, эта крыша подвергается какому-то воздействию. Да, есть такой момент, что там, где был выполнен, скажем, монтаж этой панели с определенным риском, небольшой перехлест, там, возможно, сдвиг, и там не обрушилась, она ее просто сдвинула, и она там поквенилась. Есть такое, но за этим следить надо. Это надо обследовать, это надо следить. Не очень приятное дело, потому что там чердак, скажем, в высшей точке 75 сантиметров, и там нужно чуть ли не полоском все это делать, но надо следить за этим, смотреть. Можно подвинуть ее, можно укрепить в данном случае, если обнаруживается такой строительный дефект, то ее можно укрепить. Тут просто я, изучая материалы в газетах, публикации, в газете, например, рассказывают о том, как жильцы этого дома, они были практически на эвакуированные жильцы первого подъезда, и возникли очень многие сложные ситуации. То есть людей буквально эвакуировали за пять минут, они успели только взять документы, кто-то не успел взять даже свои лекарства, которые остались на столе, кто-то забыл закрыть окно в квартире. Ну и дальше возникают сложные какие-то такие конфликтные ситуации, потому что, например, куда должны этих людей расселить? Потому что здесь им предложили в служебной гостинице поселиться, но многие считали, что это очень... Ну, называли это вот гостиницу бомжатником. Можно ли прокомментировать, как обычно происходит с людьми? То есть должны ли им предоставить какое-то жилье? Что делать, если им это жилье не нравится? И как долго они могут, например, жить вне дома? И как они могут вернуться, чтобы забрать, например, теплые вещи? Потому что многие люди выскочили буквально в чем было, и даже не взяли с собой теплые вещи для того, чтобы одеться. Я бы сказал так. Первое, то, что людей экстренно эвакуировали, было совершенно правильно. Если ты не знаешь, что происходит с домом, то оставлять людей там и ходить разбираться, и думать там вот, обрушиться, не обрушиться. Поэтому в такой ситуации экстренная эвакуация была вполне оправдана. Но надо, наверное, отметить, что ни мы не готовы, и, может быть, я могу допустить, и власти не готовы к таким ситуациям. Потому что, ну, если вспомнить еще советское время, да и сейчас, насколько я понимаю, есть требования по гражданской обороне, что у тебя должен быть тревожный чемоданчик, так называемый, где там сложено необходимое. И в случае такой экстренной ситуации ты должен с минимальными потерями эвакуироваться из того места, где ты находишься и постоянно проживаешь. Ну и, соответственно, наверное, у властей должны быть какие-то планы. И самое главное, что должны проводиться, наверное, и учения, и объяснения. Поэтому ответить на ваш вопрос, а куда помещать, слава богу, этим людям предложили хотя бы место, куда пойти. Потому что их не оставили в мороз на улице. Так ведь? Ну да, потому что... Второе, насчет условий. Сначала нужно устранить угрозу жизни и здоровью, разместить людей, а потом уже думать об условиях. О питании, водоснабжении и так далее. Сначала нужно людей переместить в безопасное место, где они хотя бы не заболеют и не замерзают. А дальше там, не знаю, но должны быть какие-то планы. Для нас эти планы не доводятся. Правил по эвакуации в таких ситуациях никаких я не видел, и нормативов тоже, к сожалению, не видел. Наверное, нужно этот пробел устранять, нужно разрабатывать, нужно обучать людей, в том числе и из управляющих компаний. Ну да, потому что, в принципе, сложились парадоксальные ситуации, потому что отключили воду и газ, однако отопление, поскольку там общая система, его не отключали. И получается, что людей эвакуировали, а скорее всего им придется платить за отопление за месяц, который они не живут в своих квартирах. Ну, технически это невозможно. Чисто технически невозможно отключить один подъезд от отопления. Это первое. Второе, если его отключать, то тогда нужно, во-первых, тогда очень тщательно спускать воду, в том числе, я скажу, извините, даже из унитазов как-то вычеркивать ее. Потому что, если отключим отопление, здание замерзнет в эти холода, то то, что из системы водоснабжения и отопление может быть порвано или лопнуть, это мало не покажется. Поэтому надо оставлять, тем более, что для аварийной ситуации оставшаяся система отопления не так критична, потому что в случае, если она будет нарушена, она вытечет порядка 100-150 литров теплоносителей, и на этом все закончится. И система остановится, и вреда большого не будет. А вот размораживание системы – это вред, значительный. Ну, то есть, это, можно сказать, плата за то, чтобы квартира еще осталась в состоянии? В целом состоянии, да. Ну, крышу сделают. В конце концов, там же разобрались, что дом не рушится, крышу поднимут эту панель, поставят на место. Какие-то еще, ну, тут были всякие спорные ситуации, когда кто-то, ну, возмущался, что операторы телевидения, ну, как бы разводят руками, говорят, что форс-мажорная ситуация, мы не можем поставить на паузу, вам нужно будет платить, даже если вы не пользуетесь этой услугой. Ну, тут, и, по-моему, еще одна была такая спорная ситуация из-за того, что была застрахована квартира, и он надеялся получить хоть какое-то возмещение, но страховщик отказал, потому что эта страховка распространяется только на квартиру, а поскольку квартира не была повреждена, повреждена только крыша дома, то здесь и факта, в общем-то, не усматривается, почему... Ну, за что он хотел получить страховку? Ну, вот за то, что его выселили из дома, я понимаю. Ну, тогда надо было специальную страховку оформлять на этом случае. Ну, стандартное страхование имущества, а не факта проживания. Это первое. Второе. Обращайте внимание, оговаривайте со своим агентом, попадает ли ущерб, который возникает в результате какого-то неисправности на крыше вообще под страховой случай. Потому что очень часто это не попадает вообще. Протечки с крыши, разрушения там и так далее, это не попадает вообще в страховой случай. Что уточняйте, а имущество-то не пострадало, насколько я понимаю. Ну, да. Так что вот эти все спорные ситуации, которые были изложены в материале МКО-Латвии, если кого-то заинтересует, можете прочитать более подробно. Ну, давайте тогда вернемся, если мы прошлись по этому случаю. То есть, вроде бы, получается, что эти 500 домов этой серии, там могут быть схожие проблемы, но поводов для паники, я так понимаю, все-таки нет. То есть, это... Ну, вы знаете, трудно сказать, есть повод для паники или нет. Надо следить, обследовать, смотреть там. Надо обратить внимание, раз второй случай, значит, что-то начинает с этими знаниями происходить, скорее всего. Ну, да, они же... Может быть, что-то больше у него ближе. Ну, то есть, они... Это с той же самой серии, когда мы обращались и к Министерству экономики, и, в свою очередь, сотрудничество с РМП, мы начали расследовать узлы, скажем так, домов, которые самые критичные. Ну, в этом случае, если второй случай, за короткое время, тогда нужно обратить внимание на эту конструкцию и понять, что с ней не так, да, и в каких ситуациях эти отклонения происходят. Ну, и какое может быть типичное решение для всех домов и в каких случаях. Вот и все. То есть, что все съехали, ну, констатировать ситуацию, во-первых, как средняя температура в больнице, да, все съехали, не съехали, съезжают, съезжают в тех ситуациях, если рядом проводятся какие-то строительные работы, повышенная вибрация, транспорт, как Сергей говорил, железная дорога, что-то, что вот дает эту вибрацию. До сути дайте, почему это произошло. И потом простое лечение, да, ну, это же так же самое, как там, не знаю, как грипп лечить или простуду, да, там, ну, понимаем, что с нами не так и понимаем, как лечить. Ну, вот и все. Мы понимаем же, ну, мы про это говорим много-много лет, о том, что дома не становятся моложе, да, и что нужно их восстанавливать. И у каждой серии домов есть какая-то специфика, есть какое-то свое слабое место. И, сгодя из этого, нужно планировать ее восстановление. И та идея, которую там подавал Сергей вместе пять лет обратно, по-моему, в Министерстве экономики, вот где как раз мы обращали внимание, что есть срок эксплуатации, который по СНИПам был один, сейчас по нижним критериям он другой. А какой он? Ну, вот, произвести вот такой глубокий анализ созданий серии именно, да, и сказать, что вот реально вот эти конструкции продержат стока. И про достижение вот этим конструкциям вот такого износа нужно делать так, так, так. И это не то, про что можно голосовать, от чего можно отказываться. Это обязательная работа. Потому что до сих пор восстановление домов, она не считается как обязательной работой. Вот в чем проблема. А идея, мы понимаем, что это массовая застройка советского времени. Она будет массово устареть, она будет массово болеть. Ее лечить нужно тоже массово, да, а не так. Ну, как мы уже говорили, сама идея, то, что было построено глобально, концептуально, так, ну, ее не лечат вот по одному, да, там-то. Ну, ты же понимаешь, что, ну, вот, то, что вот произошло с этим зданием, большая вероятность, что в похожих ситуациях, похожие серии, панели будут реагировать, похожие. Ну, тут же гадалкой не ходи. Ну, вот и все. Вот нужно сейчас решение, скорее всего, министерство, да, которое скажет, вот, мы берем на расследование эти дома, в течение месяца у нас будет все ясно, понятно, через месяц мы придем к вам с программой о том, как мы видим сейчас восстановление домов. Не идет речь про утепление, про восстановление, если утепление... Утепление — это часть восстановления, да? Но мы говорим про то, как сохранить жизнь этим домам, у которых, скажем так, заложенный резерв очень большой по их прочности. Но их нужно правильно обслуживать, правильно следить, вот, как у человека повышается температура, насморк появился, может быть, да? Ну, мы же понимаем, что это не смертельно, мы знаем, что с этим делать. Но также с домами — это все технические вопросы, которые, в принципе-то, легко решаются. Это не как ракеты в космос запускать. Ну, вот мы видим, что там проблема в том, что эта плита не закреплена, она лежит буквально там 5 сантиметров, ну, вот то расстояние, которым она крепится, вот она лежит на этом, на стене, и если вдруг она сдвигается, это всего лишь 5 сантиметров, то есть если этот сдвиг происходит, возникает угроза обрушения, и, в принципе, там уже вот все критично. И вот вопрос, а за чей счет тогда должны производиться вот эти все, ну, обследования, ведь там это тоже стоит деньги, там просто чтобы пройти, везде посмотреть, и дальше уже, ну, вот эти инженерные решения, как ее, может быть, закрепить можно каким-то образом, опять-таки, должны ли это, ну, обязательно оплачивать жильцы дома, или это может быть какой-то другой способ? До тех пор, пока кто-то не услышит нашу идею о том, что для типовых домов должны быть типовые решения, и это должно разрабатывать государство, каждый дом, к сожалению, оплачивает свои издержки сам, то есть владельцы этого дома. Другого в законодательстве пока нет. Ну, о том, что мы говорим с Сергеем больше 10 лет, что есть должны быть типовые решения для типовых проблем, да, это одна из типовых проблем, где вот я сейчас призываю Министерство экономики встать, сказать, мы с этим разберемся, мы сейчас закажем анализ, который будет годиться для всех такого рода серий домов, да, и вот в течение месяца мы скажем, что делать, потому что ничего не сделать, это как, ну, лежать на поле там с минами, да, может, взорвет, может, нет, ну, это сейчас, ну, если второй раз, это уже не звоночек, это уже пушка, да, выстрелила в воздух, и, ну, это уже реально, все должны скачать, который надзирает, да, вот если и понять, что это не шутки, ну, обошлось, ну, может и не обойтись, мы не знаем, в какой ситуации все это, и еще раз так, и вот, я думаю, мы вместе можем призвать все, вот, Министерство экономики разработать, понять, в чем это, в чем здесь проблема именно, почему это так происходит, и разработать типовое решение, чтобы жильцам каждому из этих домов не пришлось там платить ни пять, ни десять тысяч, просто чтобы понять причину и найти решение, ну, зачем? Видите, я скажу так, вот, насчет вашего вопроса, кто должен платить, за обследование и за ремонт должны платить собственники квартиры, это совершенно точно, а вот то, что необходимо типовое решение, это я абсолютно соглашусь с Айвером, потому что проблема в том, что эту панель нельзя крепить, она должна быть свободной, она должна быть плавающей, там есть ряд соображений, почему это так должно быть, такова конструкция. У меня во всех домах я выявил только одну такую панель проблемную, но мы ее, до того, как она сползла, мы сделали дополнительную опору, но опять-таки, вот здесь начинается любительство, то есть вот собрался, некоторый домов прав, увидел, что панель сползает, взял, поставил дополнительную опору, насколько это технически оправданно правильно и соответствует дальнейшей эксплуатации, это вопрос. Это вмешательство в конструкцию. Конечно, здесь должно быть типовое решение и строгие рекомендации, более того, может быть, профилактические требования, в качестве профилактики такие конструкции изобретические поставить. У нас, между тем, много по обеим линиям дозваниваются. Здравствуйте. Да, я хотел сказать, что призывы к государству помочь собственникам квартиры ничему не приведут. Латвийское государство ничего не будет делать и не выделить ни одного цента. Нужно создавать партию, собственно, квартир, как предлагали ведущие. И тогда, имея своих депутатов в семье, что-то можно сделать. Это реально. А это все не так. Сразу оговорюсь, партии мы не предлагали, и политикой мы не занимаемся. Вопрос в том, что государство ничего не делает, наверное, это передавлен вопрос. Все-таки что-то они пытаются делать. Но то, что это не стоит в числе проритетных задач, и то, что это задачи, которые сейчас, если решать их в отношении существующего живого фонда, это решение, которое будет давать эффект через несколько лет, а то, может быть, и десяток лет, но вряд ли это сегодня интересует нынешнюю власть. Такие долговременные вопросы. Еще один звонок. Здравствуйте. День добрый. Даю подсказку. Если вот в этих домах проводились работы по ремонту подъездных путей, внутри домовых проездов, то не исключено, что это оказывает влияние, потому что по очень жестким требованиям укладки асфальтового покрытия последний слой укатывается с вибратором. И я лично был свидетелем того, как дома прыгают буквально. Когда этот укладчик с вибратором проходит вдоль дома, там не то, что чашки прыгают, там весь дом так трясется. Поэтому одной рукой можете ремонтировать, а другой дома рушить. Нужно это дело очень внимательно изучить. Все, спасибо. Спасибо. Да. Тут еще сразу может быть один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Будьте добры, у меня вопрос вот к господину Сидорко, если можно. Господин Сидорко, в какой-то предыдущей передаче, когда спросили, из чего складывается стоимость обслуживания квадратного метра в квартирах, вы сказали, что согласно ТАМЭ, примерно 90% это составляет зарплата работников участка, допустим, или Парвалникса. Вот в нашем участке, и это правильно, я не возражаю против этого, но вот в участке есть инженеры на разную тему. Один должен следить и наблюдать воду и канализацию, другой электричество, третий там несущие конструкции, вообще конструкции в доме. Так вот, зарплата должна платиться за работу. А в чем их работа? Вот они должны соблюдать те куски обслуживания в доме, которые в их компетенции. Спасибо. Я стараюсь говорить об инженерах или о технических работниках. Ну, скажем так, условно говоря, конторского уровня, их задача – организация и обеспечение визуального осмотра, в первую очередь. Первая задача – это организовать и самим участвовать и документировать результаты визуального осмотра, соответствующие того, что соответствует его специализации. Это первое. Второе. На основании результата визуального осмотра такие работники должны принять обещание. Требуют ли выявленные проблемы, либо подозрения о проблеме технического обследования, более глубокого, когда привлекаются сертифицированные специалисты. Ну и дальше, соответственно, принятие обещания о необходимых ремонтных работах и о необходимых проектах и так далее работах. В этом и заключается их работа. Это достаточно большой объем. Если его делать серьезно, то это достаточно большой объем работы. И в этом и заключается их работа. Это осмотр, анализ результатов и документирование. И плюс к этому разработка предложений по так называемому плану управления или ремонтному работу и принятие решения о производстве неотложных работ. И, скорее всего, на этих же работников возлагается обязанность подбора исполнителей ремонтных работ. Определение, кто. Ну, там дальше в зависимости уже от размера дому управления, закупки, незакупки, договора, конкурсы и так далее. Но в основном это вот у этого звена, особенно те, кто находится непосредственно на участках, это визуальный осмотр и организация работ. Кроме этого еще, как правило, на них возлагается обязанность руководить техническими рабочими, сантехниками, строительными рабочими, которые имеются в штате. Там тоже хватает. Плюс следить за энергией, эффективностью зданий. И можно до бесконечности перечислять по деталям, что они должны делать. Ну, без дела, короче говоря, они не сидят. То есть, в подолок не плюют. Не должны. У нас, к сожалению, уже не осталось времени. Просто тут довольно большой вопрос пришел. Есть ли данные о строительном контроле в Латвии? И вообще, кто следит за, осуществляет контроль за строительством новых домов? Ну, не знаю, можем, если так развернуто уже... Строительного права, насколько я понимаю. Общественно значимые объекты, там совершенно другой процедура опроса. А так, это строительного права. Она контролирует. Насколько глубоко, не знаю. За эксплуатацией надзора нет. Сразу скажу так. Давайте мы будем говорить о том, о чем мы знаем. За эксплуатацией зданий, вообще эксплуатацией зданий не подвергается какой-нибудь либо надзорной деятельности. То есть, есть нормативные акты, соблюдаются они или нет, в полном объеме или нет, это дело такое. На совести каждого управляющего по отдельности и каждого дома, потому что, как сказал Айвар, еще и ты можешь предложить великолепный план сохранения дома, а жители тебе скажут, что ты размечтался и можешь посидеть в сторонке и ровно подышать. Такое тоже сможешь и вернуть. Ну, я думаю, что... Наша идея, Олег, потом, что вот разложить, понять в доме, какие болячущие, сколько у него срок эксплуатации, как его нужно восстанавливать, был связан только с тем, что следующий этап это финансирование для этих работ. Если в законе не прописано вот этот сбор, что это обязательное действие, тогда банк говорит, нам нужно голосование, не свое требование выдвигать, нам нужно, чтобы 75% проголосовали, 65% проголосовали и так далее. А так бы дом прав мог бы идти в банк, показывать, вот у меня план работ, вот их нужно делать, вот я информировал всех жителей, вот на данном этапе нужно 10 тысяч, чтобы привести порядок там слабые места крыши. Просто делать и все. Ну что ж, наверное, нам нужно будет завершать. На этом я напомню нашим слушателям, что Айвер Гунтерев и Сергей Сидор отвечали на ваши вопросы. Программа «Добро пожаловаться» до следующего понедельника. Обязательно все, что не успели в этой программе, мы продолжим в следующий понедельник. До свидания. Большое спасибо. Спасибо. До свидания.